Добро пожаловать в Церковь Живой Поток Я думаю, что сегодня вы уже были вдохновлены проповедями, которые вы слышали Я лично был вдохновлен Я думаю, что авдия я уже запомнил А сегодня я хочу продолжить Это для меня удивительно, что историю, которую я буду читать из Библии Это будет продолжение того, о чем уже брат проповедовал Тоже думаю, наверное, это не случайно Вы знаете, что есть много в этом мире разных школ Есть школы художественные, есть школы библейские, школы миссионерские Школы, где учатся на адвокатов, школы военные А еще есть школа одиночества И это и будет сегодняшней нашей темой Тема моей проповеди – школа одиночества Ну, одиночество, вроде бы, понятно, это одинокие люди Это человек, который сам, который одинокий Ну, а при чем здесь школа? В школе мы все знаем, что в школе люди учатся Это значит как? Нужно пойти в школу и быть профессионалом-одиночкой? Или как? Чему же там учиться? Пойти в школу и стать, ну, просто самым лучшим одиноким человеком на земле? В чем здесь смысл? Кажется, ну, название не очень понятно Я сам это знаю Но в этой школе люди чему-то обязательно учатся И в этой школе учатся именно одинокие люди Сначала давайте мы посмотрим, что такое одинокий человек Одинокий – это… Ну, одинокий, понятно, да? Он сам, он один Одинокий обычно – это человек без семьи Называют одиноким Иногда человек – это может быть сирота или вдова Это может быть называться одиноким человеком Иногда этот человек одинокий – это тот, который не находит себе подобных Одинокий – это в отсутствии других людей Одинокий – это без помощи других людей Но здесь пока все понятно Но самое страшное и самое интересное – это то, что одиноким человеком можно быть в окружении многих-многих людей У меня вопрос к семейным людям Семейные люди, скажите сейчас себе правду Бывало ли такое в вашей жизни? У вас есть жена, у вас есть семья, у вас есть дети Но ты – одинокий человек Мне не надо говорить Себе расскажите Обращаюсь к людям, которые имеют много друзей Было ли в вашей жизни такой момент, что ты чувствуешь себя одиноким? Нет-нет, ты не одинокий Вокруг тебя много людей На работу, куда ты ходишь, много людей В доме, где ты живешь, тоже есть люди В церковь, которую ты посещаешь, там сотни людей Но ты – одинокий человек Внутри 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 Ты непонятый Ты одинокий И вроде бы, ну нет Мы видим, что ты не одинокий Но только ты знаешь Хорошо знаешь, что ты одинокий человек Но я хочу сказать, добавить к моему вступлению Что если ты не чувствуешь себя одиноким То не отключайся Продолжайте слушать эту проповедь Потому что одиноким можно стать Очень быстро и незаметно и легко Одиноким можно стать Если даже вы таким себя не чувствуете Люди одинокие обычно ищут выход Потому что в одиночестве Многие испытывают мучения Страдания И поэтому многие ищут выход А здесь мы с вами будем говорить о школе О школе, которая называется школа одиночества Обычно в школу трудно попасть Обычно, если это нормальная, классная школа Там большой конкурс Туда не берут, куда кого попало Там надо сдавать тесты, экзамены Нужно иметь хорошие оценки Нужно быть умным Хочется сказать красивым И так далее, чтобы в ту школу попасть Вот в эту школу берут без экзаменов И берут всех подряд Школа одиночества Туда люди попадают Проходят, учатся Кто-то остается на второй год Кто-то там до сих пор учится А кто-то ее быстро проходит И выходит из этой школы Мы вернемся к этой мысли Сейчас я хочу, чтобы мы прочитали Несколько мест из Писания Где мы попробуем узнать Не просто, что такое одиночество А что переживает человек одинокий Какие его чувства переполняют Что он думает Как он себя чувствует Одинокий человек Первое место из Библии Это Псалом 24 С 16 по 18 стих Читаем вместе Сейчас это у вас появится на экранах Призри Это говорит Давид Призри на меня И помилуй меня Ибо я одинок И угнетен Скорби сердца моего Умножились Выведи меня из бед моих Призри на страдание мое И на изнеможение мое И прости все грехи мои Еще раз Псалом 24 16-18 стих Здесь я прочитал вам чувства человека Который что-то переживает И вот здесь написано Что скорбь сердца Он скорбит в сердце Скорбь сердца умножилась Она накопляется Умножается Стоит хуже, хуже, хуже и хуже Говорит Выведи меня из бед моих Помоги мне в страдании моем И одна из причин Одна из причин Почему он это переживает Написано Я одинок Ибо я одинок Теперь читаем с вами Еще одно место из Библии Тоже Это тоже сказал и переживал Давид Псалом 101 С 5 по 10 стих Тоже надеюсь, что у вас оно появится на экране 101 с 5 по 10 стих Сердце мое поражено И сохло, как трава Так что я забываю есть хлеб мой У кого-нибудь у вас такое бывало в жизни Чтобы вы забыли покушать Я уподобился пеликану в пустыне Я стал, как филин на развалинах Не сплю Сижу, как одинокая птица На кровле Всякий день Поносят меня враги мои И злобствующие на меня Клянут меня Я ем пепел, как хлеб И питье мое растворяю слезами Ну, кажется, ужасная история Печальная история Много-много здесь описывается разных страданий Но одна из причин Почему человек это проходит Это потому, что он одинок Я повторяю Одинок Можно быть одиноким Среди множества людей Одиноким быть внутри В душе Просто быть непонятым И одиноким человеком Здесь Давид говорит Он сравнивает себя С птицами Он говорит, что я, как Пеликан в пустыне Здесь он говорит, что я, как Филин на развалинах Две разные птицы Которых он сравнивает С себя И потом он говорит Но я, как Одинокая птица Вот в этом Именно ключевое значение Что он переживает Одиночество До такой степени Что он забывает есть До такой степени Что кажется, что он постоянно Только плачет Он страдает физически Но при этом всем Вспомните, кто был Давид Давид он царь Он не одинок Вокруг него есть Bodyguards Есть security Есть много слуг Рабов Куча народа Каждый день Ему служат На него работают тысячи У него есть жена У него есть дети Давид, о чем ты говоришь? Ты одинокий? А он так красиво описал Настолько он переживал Одиночество внутри Вы знаете, что Одиночество можно переживать Когда ты отделен от людей Когда ты не понят людьми Когда ты потерял контакт с людьми Когда ты сам физически А одиночество еще можно переживать Когда ты потерял контакт И связь с Богом Потерял связь Потерял связь, контакт с Богом И ты это переживаешь Ты это понимаешь Ты это чувствуешь Ты это знаешь И ты вот это все Рассказываешь Что ты потерял Здесь чуть выше В этом же псалме Там есть написано Он говорит Господи, не скрывай лица твоего Услышь молитву мою То есть, Давид Он переживает Он переживает Он говорит о том Что его поносят Сплетни Физическая боль Слабость И так далее Одиночество В царстве Одиночество Даже на троне Одиночество Среди богатых И бедных Одиночество Среди верующих И неверующих Среди молодых И старых Одиночество Это то, что люди переживают Это то, что люди Проходят Но мы с вами пойдем дальше Я обещал вам продолжить Историю, которую читал брат Это записано В третьей книге царств И мы с вами рассмотрим Пример одинокого христианина Одинокий христианин По имени Илья Перед этим я хочу еще Прочитать одно место Первое Тимофея Пятая глава Там, где написано Что истинная вдовица И одинокая Надеется на Бога И пребывает в молениях И молитвах День и ночь Здесь идет речь о том Что одинокий человек Будет вдова Или просто Человек, который переживает Проходит одиночество Он надеется на Бога И он пребывает В молитвах Он не молится Он не молится иногда Он пребывает В молитвах Это означает Символ стабильности И постоянства Человек, который Проходит одиночество Он к этому придет Он придет К такому моменту Где он будет надеяться На Бога По-настоящему Причина У него других вариантов Не осталось И вторая причина Он будет Постоянно 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 Будет пребывать В поиске В молениях И молитвах Почему Потому что Одинокая Потому что Одинокий Человек Это Проходит Давайте Давайте Сейчас Попробуем Прочитать Место Из Библии Это Третья Книга Царств 19 Глава Длинный Длинный Отрывок Из Библии Я буду с вами читать Вначале Сделаю Вступление Что Там Рассказывается О человеке По имени Илья Который Был пророк Божий И там Рассказывается История Которую Рассказал Передо мной Наш гость Что Была Одна Такая Злая Женщина По имени Иезавель Ее муж Был Нечестивый Царь Ахав И они Убивали Божьих Пророков Убивали Божьих Служителей Наводили Страх И панику На всех Кто в то Время Был Верующим Кто был Христианином И он Рассказывал Как Что Как Могло Закончиться Те Кто Старался Служить Богу В то Время И вот Когда Иезавель Сделала Приказ Решение Что она Убьет Пророка Илью И Этот пророк Илья Об этом Узнал Вот что Было Дальше Увидев Это Он Встал И пошел Он это Илья Спасти Жизнь Свою И пришел В Версавию Которая В Иудее И оставил Отрока Своего Там А сам Отошел В пустыню На день Пути Придя Сел Под Можевеловым Кустом И просил Смерти Себе 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 И сказал Довольно уже Господи Возьми душу мою Ибо я не лучше Отцов моих И лег И заснул Под Можевеловым Кустом И вот Ангел Коснулся его И сказал ему Встань Ешь И взглянул Илья И вот У изголовья Его Печенная Лепешка И кувшин Воды Он Поел И напился И опять Заснул И возвратился Ангел Господний Во второй раз И коснулся Его И сказал Встань Ешь Ибо Дальняя дорога Перед тобою Дальше Немного Пропускаю И вот Он Там И вошел Он там В пещеру И ночевал В ней И вот Было К нему Слово Господне И сказал Ему Господь Что ты Здесь Илья Он Сказал Возревновал Я Господи Боге Саваофе Ибо Сыны Израилевы Оставили Завет Твой Разрушили Жертвенники И пророков Твоих Убили Мечом И остался Я Один Здесь Пауза Это По нашей Теме И остался Я Один Но И моей Души Ищут Чтобы Отнять Ее И сказал Выйди И стань На горе Перед Лицом Господнем И вот Господь Пройдет И большой Сильный Ветер Раздирающий Горы Сокрушающие Скалы Перед Господом Но Не в ветре Господь После ветра Землетрясение Но Не в землетрясении Господь После землетрясения Огонь Хочется сказать В огне Господь Здесь написано Но Не В огне Господь После огня Веяние Тихого Ветра И здесь мы с вами Остановимся Мы с вами Попробуем Проанализировать Всю эту ситуацию Какие обстоятельства В какие обстоятельства Попал Человек По имени Илья Нету Никакой Поддержки Сам Признался И сказал Что он Одинок Он Устал Ему Все Надоело Его Не понимают Ему Кажется Кому Все Это Надо И Его Хотят Убить Все Все Это Все Это Все Что Ему Пришлось Пережить И дальше Смотрите Думаем Рассуждаем Этот человек Был Христианин Человек Божий Пророк Имел Служение Все Классно Все Правильно Все Хорошо Но при этом Этот человек Переживает Вот такие Неприятности Вопрос Что Определяет Одиночество Что Делает Что Человек Думает И соглашается С тем Что он Одинокий Иногда Это Обстоятельства Твои Плохие И Трудные А иногда Это Твое Внутреннее Состояние Внутреннее Твое Состояние Может Тебя Делать Одиноким Смотрите Бог Его Вел Многие 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 Годы Бог Его Использовал Это был Его Пророк Его Сосуд Но Однажды Бог Его Довел До Пустыни Бог Его Довел До Одиночества И Илья Без Всяких Экзаменов Экспрессом Попал В школу Одиночества Помните Я говорил Что в школу Одиночества Берут Без Экзаменов И берут Всех Подряд Илья Туда Нечаянно Специально Попал И Здесь Он Начал Учиться А теперь Будем Смотреть Какие Уроки Он Проходил Какие Были Занятия В этой школе Одиночества Ну Можно сказать Как вступление Это то Что В одиночестве Легче Услышать Голос Божий Во-первых Потому что Там никакие Другие Голоса Не мешают А если Сказать О пустыне То в пустыне Никакие Голоса Вообще Их там Нет И вообще У него Произошла Там Встреча С Богом Написано Он зашел В пещеру Помните Мы читали И когда Он был Там Один Бог Начал К нему Говорить Когда Он был Один Когда Он До этого Состояния Дошел Я хочу Сказать Что Самые Серьезные И самые Качественные Разговоры В вашей Жизни Бывают Когда Вы с кем Разговариваете Один На Один Правда Самые Серьезные Качественные Разговоры Обычно Это Чтобы Никто Не мешал Это Тогда Когда Вы Остаетесь Просто Один На Один И вот Происходит Встреча С Богом Илья Встречается С Богом Встреча Была Очень Странная Интересная Первый Раз К нему Пришел Бог Написано В Библии Пришел Ангел И что Он ему Сказал И вот Ангел Коснулся Его И сказал Ему Встань Ешь Заметьте Что здесь Произошла Встреча С Богом Илья Сам Себе Спал Пришел К нему Бог Пришел К нему Ангел Когда Встречается Человек С Богом Что происходит По вашему Мнению Что происходит Как вы думаете Как вы думаете Как вы бы Представили Себе Свою Встречу С Богом Если бы К ваш Вам В комнату Пришел Ангел Но я бы Думаю Ангел Б сказал Так Илья Пробудись Да Помолись Немного Илья Встань Библию Почитай Или Бог бы Ему Сказал Так Илья Так Говорит Господь Тебе Будет То И то И то Вот Это Нужно 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 Сделать Ну Так Мы Думаем Или нет А тут Ему Бог Сказал Илья Встань Ну Поешь Ну Там Водой Запей И Можешь Дальше Спать Что Ему Бог Сказал Встреча Феноменальная Встреча Человека С Богом А Бог Ему Говорит Встань Поешь Поешь Просто Нормально Попил Воды Покушал И дальше Заснул Ну Ладно Первый раз Либо Ангел Такой Попался Какой-то Либо Бог Что-то Не усмотрел Не досмотрел Ну Как-то Вроде Непонятно Что за Встреча С Богом И что за Слова Такие Божьи Какие-то Совсем Недуховные Ну Тогда Написано В Библии Что И возвратился Ангел Господний Во второй Раз И что он Увидел Наш брат Илья Снова Спит И что ему Сделал Ангел Что ему Бог Сказал Вставай Ленивец На труд Ангел Ему Говорит Второй Раз Илья Ешь Кушай Попей Воды Перед тобой Дальняя Дорога И здесь Опять Какой-то Парадокс Ну Такая Встреча С Богом А встреча И слова Вообще Недуховные Все плотское Покушать И поспать И вы знаете Что здесь я вижу Что иногда Человек Пытаясь Как-то Обновиться Духовно Пытаясь Как-то Получить Что-то Духовное Просто Иногда Просто Иногда Важное Слово Нуждается В физическом Отдыхе Отдых Это заповедь Это не я придумал Бог сказал В такой-такой-то День Отдыхай Бог наш Сильный И всемогущий И даже Бог отдыхал Отдых Это заповедь И вы знаете Что иногда Человеку Просто нужно Нормально Остыть Остановиться Нормально Покушать Поесть Поспать И отдохнуть И будет И дух Бодрее И в духе Будет лучше А причина Почему мы так Загнанные Бываем Это потому Что мы Или в служении Вроде Или просто В суете Земной Американской Нашей Родной Так Загнанный В ней Что уже Кажется Ну Уже Кажется Ничего Вроде бы Не помогает Но здесь Есть еще Одна Интересная Важная Деталь Это то Что когда Человек Встречается С Богом То Всегда Человек От этой Встречи Ждет Чего-то Ну Особого Ждет Какого-то Каких-то Перемен Ждет Каких-то Действий Каких-то Изменений А тут Он встретился С Богом И Бог Ему просто Сказал Покушай Попей И ничего Не произошло Вопрос Что произошло Когда Илья Первый раз Встретился С Богом С Ангелом Что произошло Кажется Ничего Не произошло Но Великое Произошло То Что он Встретился С Богом Была Встреча Был Разговор Но Сверхъестественного Что-то Супер Духовного Ничего И вот Здесь проявляется Такая маленький Намек Вам даю Как Бог Действует Полностью Не так Как мы Думаем Полностью Не так Как мы Представляем Но давайте Мы с вами Пойдем дальше И Теперь У них Состоялся Еще Более Серьезный Разговор С Богом У этого Человека Ильи Был Серьезный Разговор С Богом И вот Здесь Еще раз Хочу прочитать Это место Из Библии И сказал Бог Сказал Ильи Встань Выйди И стань На горе Перед лицом Господнем И вот Господь Пройдет И большой Сильный Ветер Раздирающий Горы И сокрушающий Скалы Пред Господом Явное Явление Конкретная Сила Для всех Видимое Для всех Для всех Явное Что-то Мощное Сверхъестественное И здесь Запятая Но Не в ветре Господь Здесь не написано Господь Теперь давайте Будем с вами Немножко Думать Рассуждать Над тем Что мы Прочитали Тихое Веяние Ветра Вы Тихое Веяние Ветра Видеть Можете Но тут Начнутся Споры И разногласия Сейчас мы Все разберемся Тихое Веяние Ветра Что это Такое Как мы Это можем Увидеть Или почувствовать Окей Тихое Веяние Ветра Вы его Можете Видеть Но Если Вы его Можете Видеть Деревья Должны Шататься Шум Должен быть Значит Наверное Не тихо Ну и короче Говоря Наверное Трудно Его Увидеть Потому что Веяние Тихое Тихое Такое Еле-еле Если И видно Так Чуть 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 И так Надо Напрягаться Чтобы Это Увидеть Значит Увидеть Тихое Веяние Ветра Очень Очень Трудно Почти Невозможно Хорошо Теперь Услышать Услышать Тихое Веяние Ветра По-английски Все понимают Что такое Тихое Веяние Ветра Gentle Blowing Услышать Кажется Если Ты Его Слышишь Значит Оно Уже Не Тихое Если Ты Слышишь Значит Оно Уже Достаточно Громкое Чтобы Услышать Здесь Написано Тихое Значит Почти Не Слышишь Или Же Очень Очень Трудно Надо Сильно Напрягаться Чтобы Это Услышать Какой Вывод Значит Если Бог Так Проявляется Видеть Почти Не Видишь Слышать Почти Не Слышишь И Что И Ничего Как Что Ты Богдан Перепутал Запутал И Сам Запутался Значит Что Происходит Когда Действует Бог Что Происходит Трясет Меняется Горит Видно Всем Видно Все Все Явно Как Мы Представляем Себе Проявление Бога Как Мы Себе Представляем Действия Бога В нашей Жизни Если Я Молюсь Господи Помоги Я Понимаю Что Если Бог Поможет То Я Это Конкретно Увижу Услышу И Все Мои Окружающие Если Я Молюсь Господи Спаси Господи Что Небудь Сделай В моей Жизни То Я Понимаю Что Будут Конкретные Перемены Потому что Я Прошу Бога А Здесь Что Получается Никаких Таких Больших Перемен Никаких Явных Знаков Ничего Не Видишь Ничего Не Слышишь И В этом Есть Бог Да Вот В этом Есть Бог Одна Из Его Методик Ничего Почти Не Видишь Ничего Почти Не Слышишь Ничего Почти Не Чувствуешь Тихое Веяние Ветра Все Что Видимо И Слышно Такое Бурное То Что Мы Люди Представляем И Ожидаем Написано Не Там Господь Не Там Господь Не Там Господь А Вот Это Такое Непонятное А Там Не Написано И В нашей Жизни Братья И Сестры Бывает Так Что Когда Кажется Ничего Не Меняется Вот Там И Есть Господь Когда Ничего Не Слышится Не Шевелится Ничего Конкретного Явного Того Что Мы Ожидали Не Происходит Вот Там И Есть Господь Это Его Методика Иногда Для Некоторых Людей Иногда Кажется Что Ничего Не Происходит На На самом Деле Это Только Кажется Потому Что Веяние Ветра Есть Есть Или Нет Есть Но Оно Какое Тихое А хочется Сказать Боже Ну Ну Как-то Повеселей Погромче Давай Давай Что Небудь Я Хочу Видеть Перемены В моей Жизни Хочется Или Нет А Теперь Я вам Еще Приведу Один Один Маленький Момент Вот Здесь Написано Это Если Я Обращу Внимание На Английский Язык American Standard Virgin Перевод Вот Этой Версии Которую Я Назвал Здесь Написано В Библии По-английски A Gentle Blowing Которая По-русски Переводится Точно Так же Тихое Веяние Но Когда Вы Посмотрите Другой Перевод Библии Например NIV Перевод Английской Библии Там Написано По-другому Там Написано Сейчас Я вам Скажу Что Там Написано A Gentle Whisper В переводе Как Мягкий Шепот И Когда Я посмотрел Три Перевода Немножко Немножко Как бы Стал Размышлять А что Что же Тут Такое Кроется Я Прочитал Посмотрел И французскую Библию Что там Написано И там Написано То же Что И в NIV Version Там написано То же Мягкий Шепот И И Давайте Мы С вами Попробуем Над Этим Моментом Остановиться Получается Что Бог Доводит Человека До Одиночества Он Остался Полностью Сам Один Бог Его Туда Вел Когда Илья Шел В пустыню Как вы Думаете Бог Знал Об этом Или нет Знал Он Ему Разрешил Туда Дойти Он Допустил Чтобы Он Туда Попал Когда Он Остался Полностью Один Бог Начинает С Ним Разговаривать И Как Бог Проявляется И Как Бог Разговаривает Совершенно Не так Как Люди Представляют Не так Как Мы Ожидаем Один Раз Бог Сказал Поешь И Покушай Вообще Кажется Ничего Духовного Ну Кажется Так Второй Раз Вообще Такую Картину Нарисовал И Потом Сказал Такое Что-то Шепотом Еле Еле И Когда Бог Разговаривает Иногда Это Мягкий Шепот А Почему Шепотом Господи Ну Громче Ну Громче А Потому Что Чтобы Ты Остался Один Потому Что Когда Останешься Вокруг Людей Ты Этот Шепот Никогда В жизни Не Услышишь Ты Будешь Слушать Все Угодно Все Телефоны Все Все Кто Беременны В церкви Все Ты Будешь Знать Все Сплетни Все Ты Будешь Знать Будешь Слышать Столько Новостей Все Ты Будешь Знать Но Только Не Кроме Того Шепота Который Тебя Так Мягко Мягко Говорит И Хочется Сказать Господи Ну Спросите У него Сами Сегодня Вечером Прямо Спросите Почему Он Шепотом Разговаривает Не Всегда Не Всегда Но Иногда Иногда Бог Просто Ставит Нас Такие Обстоятельства Где Он Нам Говорит Очень Мягко И Для Того Чтобы Это Услышать Нужно Тратить Время Тратить Время Тратить Время Но Вы Не Услышали Самое Главное На Что Тратить Время Молиться На То Чтобы Слушать Это То Что Мы Не Привыкли Делать На То Чтобы Слушать Бога Мы Не Привыкли Это Делать Он Нас Должен Слушать Слушать Бога Вы Знаете Что Я В Библии Читал Я Нашел Там Что Давид Написано Он Говорит Что Я Вошел В Размышление О Боге Вы Можете Несколько Раз Найти Места В Библии Когда Люди Божьи Просто Размышляли О Боге И в те Моменты Когда Они Просто Размышляли И думали В те Моменты Они Слышали Голос Божий Однажды Слышал Свидетельство Давида Вилькерсона Когда Он Рассказывал Что Он Молился В своем Офисе Молился Очень Долго Он Говорил Что У Него Уже Было Много Внуков Он Молился За Каждого По Имени За Свои Нужды У Него Церковь Большая У Него Миссия Большое Служение Он За Всех Помолился За Всех Помолился И потом Выходит Из своего Офиса Открывает Дверь И Говорит Я Слышу Просто Внутри Дэвид What About Me Ему Голос Сказал Давид А Как Насчет Меня Бога Can I Tell You Something Могу ли Я Тебе Что Рассказать А Можешь Ли Просто Немножко Подождать Послушать Я Тебе Раскрою Своё Сердце Я Тебе Расскажу Свои Намерения Кто-то Их Должен Сделать Здесь На земле Давид Я Хочу Открыть Тебе Своё Сердце Можешь Ли Ты Послушать Я Был В шоке От Такого Свидетельства Я Никогда Не думал Что Бога Можно Слушать А С другой Стороны А я Никогда В жизни И Не Пробовал А Здесь Написано В Библии Тихое Веяние Ветра В этом Проявляется Господь Оно Почти Невидимо И Почти Неслышно Или же По-другому Мягкий Шепот Который Нужно Очень Сконцентрироваться Чтобы Этот Голос Увидеть Услышать Принять И Понять Для себя Слава Богу За это И вы Знаете Что Я вижу Как Иногда Бог Просто Проявляется Разными Методами Которыми Люди Мы Не Привыкли Просто Не Привыкли Просто Скажите Правду Сами Себе Что Часто Мы Ожидаем Проявление Бога Очень Сверхъестественным Оно Должно Должно Быть Явным Должно Конкретно Что То Меняться И Ваша Проблема Вы Молитесь Ничего Не Меняется Вы Разочарованы Потому Что Бога Там Нет Вы Так Думаете Бог Там Есть Там Есть Тихое Веяние Там Есть Очень Тихое Веяние А Вы Ждете Землетрясений Вы Ждете Огня Вы Ждете Сильного Ветра Вы Ждете Больших Перемен Вы Ждете Чего То Явного Оно Все Так Нежно Так Тихо Так Незаметно Но Оно Там Есть Иногда Бывает Явным И так Бывает Бог Он Действует В жизни Человека По Разному И Разнообразно Но Вы Знаете Еще Добавлю Еще Одну Мысль Произошла Встреча С Богом Да Произошел Разговор Да Но Где 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 Место Встречи Особое Место Где Они Разговаривали Это место Называется Пустыня 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 Помните Я читал Вам в самом Начале Моей проповеди Давид Рассказывал О своем Одиночестве Он говорил Что он Одинокий Человек И вот Что он Написал Я Уподобился Пеликану В пустыне Давид Как ты Там Оказался Причем Тут Пустыня Ладно Ты Одинокий Но Почему Ты Одинокий И так Случайно Именно В пустыне Идем Дальше Следующий Стих Илья Говорит А я Отошел Сам В пустыню Илья А как Ты Там Оказался Ты Там Тоже Попал В Одиночество Попал В школу Одиночество А почему Эту школу Построили В пустыне Без кондиционеров Почему Эту школу Не могли Построить У нас Здесь Эту школу Построили В пустыне А теперь Давайте Будем С вами Дальше Рассуждать Вспомните Моисея Как вы Думаете Он Учился В этой Школе Школа Одиночества Он Там Учился А где Он Учился А почему Все эти школы Строятся В пустыне И потом С ним Бог Разговаривал И Бог С ним Разговаривал Когда Когда Он был Один Снова Одиночество И снова Пустыня И снова Встреча С Богом И снова Какое-то Необычное Явление А давайте Теперь Вспомним Иисус Христос Он Проходил Эту школу Иисус Христос Школа Одиночества Сам Полностью Один Сорок Дней И где В пустыне Случайность Все Всех Гонят В школу И школа В пустыне А что такое Пустыня По телевизору Очень приятно Наблюдать За пустыней Так все красиво Песочек Такой Кажется Как бич Но то Как кажется Не верьте В пустыне Жарко В пустыне Плохо В пустыне Очень плохо В пустыне Опасно Для жизни В пустыне Может Не хватить Еды Может Не хватить Воды Может Какой-то Скорпион Укусить В пустыне Опасно Но это Еще не Все Пустыня Преобразно Для вас Это Ваши Обстоятельства Жизнь Пустыня Это Проблемы В которые Вы попали Сегодня Это пустыня Это то Где вы Проходите Школу Одиночества Помните Я вначале Говорил Что в эту Школу Одиночества Попадают Все Туда Берут Без Экзаменов Только Некоторые В этой Школе Уже Очень Долго Учатся А уже Им давно Пора Ее Закончить Но Они Не остаются На второй Год На третий Год И до сих Пор В этой Школе Но Там Люди Чему-то Учатся Бог Допускает Иногда И как В данном Случа Илии Зайти В пустыню Бог Ему Не препятствовал Вы Знаете Почему Пустыня У пустынь В пустыне Не у кого Списать Не на кого Опереться Некому Позвонить В пустыне Ты не можешь Пользоваться Чужой Верой В пустыне Ты не можешь Пользоваться Чужой Силой Ты не можешь Пользоваться Чужим Опытом В пустыне Ты сам Сам И ты сам Будешь Эту проблему Решать ты там осталась сама вы знаете что многие школы которые учат люди людям дают теорию то школы эти заявляют что пока человек сам не попробует он никогда не научится это сейчас здесь я говорю не о школе одиночества здесь я говорю о такой нормальной нашей школе с кондиционерами в америке в россии где они есть там дают людям практику и говорят пока сам не попробуешь не научишься интересно что здесь тоже такой шанс людям дан чтобы ты сам испытал и сам многие вещи попробовал почему ты там сам оказался без людей вы знаете потому что я говорил что одна из причин бог хочет с тобой беседовать бог хочет тебе что-то сказать бог хочет тебе как-то помочь но ты знаешь что ты в жизни пока не сдался ты пока еще не сдался ты не сдаешься ты все пробуешь ты все звонишь тебя есть связи у тебя есть новые идеи новые идеи насчет бизнеса новой идеи насчет там графика твоего новой идее куда поступить Ну, разные у тебя есть планы, ты не сдался, а в пустыне все сдаются. Верите? В пустыне все сдаются. Вот это того, что Бог и хотел. Когда-нибудь видели, может быть, по телевизору, в каком-то фильме, в пустыне человек идет, такой уже никакой, слюни текут, тут вокруг белое, такой на все согласен, на все согласен. Предложи ему, брат, хочешь покаяться? На все согласен. Брат, может, того простишь, ту сестру, соседку, может, уже пора простить? Окей, прости, прости. Брат, а может, перестанешь кричать и гневаться? Согласен, согласен, воды, воды. На все согласен. А где ты согласился? Где ты, милый, согласился? В пустыне. В пустыне согласился. А почему раньше не соглашался? Ну как, ты соглашался? Правда же? Все же здесь согласны. Кто не согласен прощать? Все согласны. Видите? И поэтому иногда вот так вот в школу раз, клык, и учись. И пошел сдавать экзамен одним за вторым, один за вторым. И кажется, что там самые смиренные люди. Поверьте. Самые смиренные люди – это в пустыне. И кажется, тоже как раз то, что Богу и надо. Но здесь еще есть одна интересная деталь, которая мне нравится. Вы знаете, то, что когда мы живем среди людей, мы много отвлекаемся на людей и много слушаем людей. Много заботимся о том, что люди нам скажут. Много заботимся о том, что люди о нас думают. А самое главное – мы заботимся о том, что они могут подумать. И вот так мы много тратим время на людей, так себя распыляем на людей, что кажется, если бы нас в пустыню не посадить, то мы до сих пор будем слушать людей, все, что они говорят, все, что они думают, и все, что они могут за нас подумать. А в пустыне там уже этих людей нет, этих разговоров нет, там уже ты остался сам, сам, сам один. У тебя уже нет никаких выходов, никаких шансов, никаких других вариантов. Ты остался, ты попал, ты понял. Ты уже все, все понял. И вдруг ты заметил, как ты начал думать. Начал думать, думать, рассуждать. И ты понял, что ты ничего не делаешь. Правильно, в пустыне нечего делать. Ты ничего не делаешь, ты просто думаешь, ты рассуждаешь. И ты попался на том, что ты уже давно беседуешь с Богом. А дома? А дома ты же занят, ты же что-то делаешь всегда. А надо перестать что-то делать, чтобы начать думать, чтобы начать слушать, и чтобы потом, в конце концов, что-то услышать. Вот почему иногда мы проходим школу одиночества в пустыне. Но вы знаете, еще есть интересный случай. А что, если в пустыне встретил еще одного? Встретил еще одного. Такой же, как ты. В ту же самую школу. По той же самой программке пошел. Все, 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 все в том же направлении. И встретил, и как обнялся, и как сели на песочек, и как начали рассуждать, как все плохо, как в церкви все плохо, какая экономика ужасная, и как все нехорошо, и как несправедливо с вами поступают, если бы вы сделали все по-другому. Вам стало так хорошо, так тепло. И, кажется, вот по этой причине некоторые в пустыне до сих пор беседуют. А теперь я хочу сказать нашу финальную мысль. Вы знаете, что я рассказывал об одиночестве, рассказывал о проблемах одиночества, рассказывал об этой скорби, рассказывал, что человек переживает одинокий. А теперь смотрите, забота Бога об одиноких людях. Забота Бога об одиноких людях. Вы знаете, что меня это тоже сильно вдохновляет. Забудет лишь женщина, грудное дитя свое, но если бы и она забыла, то я не забуду, говорит Господь. Забота Бога об одиноких людях. Псалом 67, там написано, что Бог, Он есть Бог-отец, сирот и вдов. Опять Бог говорит, что Он защищается за одиноких людей, помогает одиноким людям. И здесь написано, Бог одиноких вводит в дом. Бог именно одиноких вводит в дом, освобождает узников от оков, а непокорные остаются в знойной пустыне. Братья и сестры, моя хорошая новость для вас в том, что Бог именно одиноких вводит в дом. Именно, не всяких, не всяких, никого попало. Именно написано, одиноких, именно вам особое внимание. Тот, кто сегодня переживает одиночество внутри, одиночество физическое, одиночество духовное, одиночество душевное, сегодня Бог здесь хочет вам сказать, что именно вас Он вводит в дом. Что такое дом? В американском переводе в Библии написано, что Он берет вас to the family, Он вводит вас в семью, Он дает вам покой, Он дает вам защиту, дает вам охрану, дает вам надежность, дает вам стабильность, дает вам мир, о котором вы мечтаете. Бог таких людей, Он просто вводит в дом. Но здесь еще есть одна деталь. Написано, что Бог вводит в дом. Это означает, что это процесс. Это не случается сразу, не случается завтра, не через час. Он ведет, он ведет, ведет, ведет через пустыню, через пустыню, пустыню и вводит в дом. То есть это step by step. It's a process. Но Бог все равно заботится за таких людей. Он ведет таких людей, чтобы им помочь. Но вы знаете, что есть печально? Что Бог в пустыню приводит многих, а выводит оттуда немногих. Бог в пустыню приводит многих. Здесь написано в Библии, они покорные. Дальше аж читать не хочется. Они покорные. Остаются. Где? В пустыне. Где школу строили? Почему там школу построили? Школа одиночества. Она находится в пустыне. Непокорные остаются в пустыне. Они уже годами чувствуют себя одинокими. Непокорные они остаются. И ваша задача, вам только осталось узнать, в чем, в чем непокорность. Непокорность. В чем? Это может быть мужу, это может быть церкви, это может быть Богу, это может быть, самое главное, Богу. В чем, как это проявляется, ты прекрасно знаешь. Прекрасно знаешь. Может быть, ты все до сих пор в этой пустыне беседуешь. Помните, я рассказывал, там приятели такие ходят. И с ним сели и беседуем на одну и ту же тему. Комплейнинг, 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 все этот ропот, оно все продолжается. Но они там остаются. Вот в этом, мне кажется, печально. Братья и сестры, пустыню нельзя пройти всей церковью. Вот так все взялись за руки и прошли. Пустыню ты проходишь сама. Ты там сам остаешься. Ты сам ее проходишь. В этом и заключается школа одиночества. Сейчас мы будем молиться. И мое пожелание, чтобы многие из нас, мы просто, кто чувствует это одиночество внутри, кто устал, кто просто хочет услышать Бога, я хочу вам напомнить, что Бог иногда говорит очень мягко. Бог иногда говорит очень шепотом. Бог иногда говорит так, что ничего не меняется. И нам только кажется, что ничего. Но там веяние есть, оно очень тихое. Бог там есть, оно очень незаметное, неслышное. Так Бог хотел, так Бог именно задумал для твоей жизни. Но помни, Его забота об одиноких, Он их, вас, дорогой брат, сестра, папа, мама, Он вас вводит в дом, который Он приготовил для вас. Давайте Ему воздадим славу. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok